Москва Розовое гетто 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 заплакала. Отец бережно усадил ее на диван и обнял. «Аленушка, милая моя, не надо никого винить. Пойми, эти люди боятся. Боятся потерять работу, положение. У них семьи. А я не могу с ними не здороваться. Я их знаю». Алена еще долго не могла успокоиться и забыть пережитый ужас. Из всех жильцов писательского дома Галича навещал только драматург Борис Ласкин. Он жил этажом выше и спускался по лестнице в войлочных тапочках, чтобы никто не услышал и ненароком не выглянул за дверь. Совсем скоро Алену вызвали в дирекцию Театра Моссовета и объявили об увольнении. Ни в одном московском театре дочь диссидента, будь она хоть трижды талантлива, на работу не брали. Младший брат Галича Валерий Аркадьевич, оператор киностудии Горького, поспешил подписать отречение. Алена предавать отца отказалась и выбрала путь скитаний. Ее отправили в далекую Киргизию, в театр имени Крупской в городе Фрунзе, куда ссылали провинившихся и опальных актеров. Отъезд, чемоданы, прощальные поцелуи, объятия. Алена прижимается к отцу в последний раз. «Папа, я должна поехать, плетью обуха не перешибешь. Ты только не переживай, тебе нельзя. А со мной все будет хорошо. Мы не расстанемся. Я буду писать, звонить. В сердце-то моем, ты всегда рядышком». «А ты в моем», — отвечает отец, легонько касаясь ладонью сияющих волос дочери. «Аленка, золотая головенка, береги себя, девочка». Стучат колеса поезда. Глядя в вагонное окно, по которому бегут струйки дождя, Алена вспоминает отца. Папа был для нее всем. Она осталась с ним двух лет от роду, когда их любимая красавица-мама, актриса Валентина Архангельская, не найдя работы в Москве, отправилась в поисках театрального счастья в Иркутск. Александр Галич, тоже в прошлом актер, а теперь драматург и сценарист, безуспешно штурмующий театры и киностудии, должен был последовать за женой через какое-то время, а пока отправлял ей бесконечные письма. «Родная, любимая, счастье мое единственное, как ты? Смотрели тебя? Что сказали?» «Аленка у нас просто вундеркинд». Уже начинает складывать фразы. Пока я пишу, она мне совсем не мешает, но стоит мне хоть на минутку задуматься, как она лезет пальцем в тетрадь и командует «Саса, писи». «Совершенно естественно, что при таком руководстве я уже заканчиваю пьесу. Ненаглядная моя, с нетерпением жду хоть кратеньких вестей от тебя». До Иркутска Галич так и не добрался. В театре сатиры была принята комедия «Вас вызывает таймыр». Постановка которой обернулась невероятным успехом. А когда Валентина вернулась, их отношения безнадежно расстроились. Алена запомнила на всю жизнь, как на даче в Загорянке родители вместе уходили из дома, красивые, сияющие, и она почувствовала, что что-то не так, и что вместе она их больше никогда не увидит. Верной спутницей Галича стала Ангелина Прохорова, выпускница сценарного факультета ВГИКа, которая принесла все свои карьерные планы в жертву его литературной работе. С 13 лет Алена жила с матерью и ее мужем, актером Юрием Авериным, но отец по-прежнему был для нее самым близким и дорогим человеком. Она росла независимой и самостоятельной девочкой, напоминавшей Пеппе «Длинный чулок» из сказки «Астрид Лингрен». В гордом одиночестве путешествовала по метро, садилась с подружкой в поезд и отправлялась в незнакомый район. Открывала двери лифта в тот момент, когда кабина находилась между этажами, чтобы узнать, как это все работает. Папа был в ужасе, но голоса на маленькую бунтарку ни при каких обстоятельствах не повышал. Свобода лучшей из воспитателей. Отец поддержал Алену и в ее горячем намерении стать актрисой. Мама придерживалась другого мнения. Но даже обзвонив знакомых по театральным институтам с просьбой не принимать ее дочь учиться, сделать ничего не смогла. Алена стала студенткой ГИТИСа, одновременно поступив и на факультет искусствоведения в МГУ. Получив два диплома, она будет принята в театр Моссовета и станет лектором общества знания. О том, что ее отец, известный драматург и писатель, фильм «Верные друзья» по сценарию Галича получил приз на международном фестивале в Карловых Варах, Алена не задумывалась. Все, что папа делал, было для нее прекрасным. Но перемену литературных приоритетов отца, когда он начал сочинять песни «Сопротивление», она заметила по неожиданной публике, которая стала сходиться на домашние концерты, Галичу. Среди гостей был и Варлам Тихонович Шаламов, знаменитый писатель, рассказавший правду о гулаговском аде. Алена, забившись от стеснения в угол дивана, осторожно разглядывала Данте XX века. Суровое лицо и необыкновенно светлые глаза, излучавшие доброту, этот контраст завораживал. Один слушатель после каждой песни спрашивал «Александр Аркадьевич, а в каком лагере вы сидели?» Спрашивал без ехидства, в абсолютном убеждении, что автор таких горьких и таких смелых песен тоже был репрессирован. Галич, преодолевая неловкость, говорил «Я не сидел». Но когда вопрос повторился, ответил «Да сидел я, сидел». Все мы тогда сидели в огромном лагере под названием «Москва». Всем материальным благам, за верность строю, Галич открыто и бесповоротно предпочел право говорить то, что он думает. Его голос был прорывом из глухого молчания. Он звал в другую Россию, Россию, сбросившую вечное иготиранов, Россию, в которой нет места жестокости, присмыкательств, трусости. В Россию счастливую, настоящую. В СССР у Галича состоялся всего один официальный концерт в новосибирском Академгородке на фестивале «Барт-68». Слушать Галича, и тем более Галича петь, означало рисковать социальным положением, репутацией, карьерой. Но магнитофонные записи его песен расходились по всей стране тысячами копий. Их слушали, их пели вопреки всем запретам. Вот и смолкли, левета и споры, словно взят в вечности отгул. А над гробом стали мародеры, и несут почетный кара. Исключение отца из союза писателей навсегда разбило творческий путь Алены на две половины. Молодая актриса со звездными перспективами была отправлена на край света, где ей предстояло исчезнуть в безвестности и бесславии. Перебирая в памяти все еще раз, в вагоне стремительно летящего поезда, Алена ни о чем не жалела. В жизни есть то, что важнее жизни – нравственные принципы. Так говорил ей отец. И она полностью разделяла его непоколебимую веру. «Ссылка так ссылка, и в Сибири есть солнце», как заявили декабристы царю Николаю Палкину. А в Средней Азии солнца и вовсе более чем достаточно. В Москву из Фрунзе Алена звонила из телефона автомата с целой горстью пятнашек. Разговор по межгороду стоил 15 копеек минута. Но однажды, оставшись ночью в театре, Алена заметила на втором этаже таинственную дверь – правительственная комната Киргизии. Незаметно, как разведчица взяла у вахтера ключи. Еле слышно щелкнула замком. В центре комнаты была установлена вертушка. В дирекции театра еще долго недоумевали. Кто же названивает из правительственной комнаты? Туда же никто не ходит? Летом 1974 года Алена отправила отцу по почте фотографии с репетиции пьесы о Пушкине, где она играла Наталью Гончарову. Через две недели позвонила. Но папа к телефону не подошел. Набрала номер бабушки – молчание. Позвонила маме. Странным, надтреснутым голосом мама произнесла – «Алена, слушай внимательно. Саша уехал». Алена решила, что мама говорит о ее школьном приятеле – Саше Двинском. «Да? Жалко». Мама повторила. «Алена, ты не понимаешь. Уехал Саша». «Да-да, конечно». И вдруг мама закричала – «Да папа! Папа уехал!» У Алены посыпались на пол пятнашки, закружилась голова. Внезапно обессилев, она осела в будке и прислонилась к стеклу. Слезы потекли градом. Мир рухнул. Последние годы в Москве ходили разговоры. Что-то Галич пропал. Галич? Да Галич давно эмигрировал. Но Галич уезжать не собирался. Человек русской культуры, русского языка, он не представлял себя гражданином другого государства. Однако власти медленно, но верно выдавливали неугодного барда из страны. Он остался без средств к существованию. Его произведения не публиковались, пьесы изымались из репертуара театров, съемки фильмов были остановлены. Пришлось потихоньку продавать книги из библиотеки и работать литературным негром. Править чьи-то бездарные сценарии про урожаи и тракторы. У Галича было три инфаркта. Последний незадолго до исключения. Но даже в жалкой пенсии по инвалидности в 54 рубля отказывали. В поликлинику позвонили из органов и потребовали. Галичу справку о состоянии здоровья для экспертной комиссии не выдавать. Отвечаете головой. Галича спасла его лечащий врач Ирина Филипповна Балычева. Она вежливо объяснила инструкторам. К сожалению, я уже справку выдала и выписала документы вчерашним числом. Однажды, в дождливый серый день, Галич стоял у окна и увидел, как к подъезду дома подъехала черная Волга. Успел подумать. Это за мной. И вдруг из машины вылез академик-диссидент Андрей Дмитриевич Сахаров. Галич, совершенно ошеломлённый, открыл дверь. На пороге стоял, улыбаясь, его дорогой друг. «Александр Аркадьевич, как вы?» Галич потерял дар речи. «Андрей Дмитриевич, что случилось?» «Машина!» Сахаров, вешая плащ на вешалку, объяснил. «Да я вышел из Академии наук, начал голосовать, никто не останавливается. А рядом гляжу, родная Волга. Подхожу, спрашиваю, «Ребята, вы за мной поедете к Галичу слушать?» Они говорят, «Да!» «Но я и попросил, может, заодно меня подвезёте?» И подвезли. Это, конечно, был юмор, но юмор чёрный. Галичу могли арестовать, отравить, сбить на пешеходном переходе, да всё, что угодно. Заявлялись же к нему домой чекисты с предложением симулировать самоубийство. «Вставайте на табурет, затягивайте верёвку на шее, не переживайте, мы вас сразу же вытащим!» угрозы со стороны КГБ были реальными. Нужно было иметь мужество, чтобы выдерживать эту атмосферу всё нарастающей и нарастающей злобы. Летом 1974 года Галича вызвали в АВИР. Длинная очередь, кабинет. Человек с мутными глазами чеканно произнёс. «Гражданин Галич, в вашем распоряжении пять дней. Продавайте квартиру и уезжайте в Израиль!» В ответ на удивление Барда «Но я не собираюсь в Израиль!» сотрудникам был дан совет. «Летите до Вены, а дальше катитесь куда угодно, но в Советском Союзе вас быть не должно!» Галича поставили перед выбором. Либо он покидает страну, либо его ждёт лагерь. «А в лагере вы не выдержите, у вас уже было три инфаркта!» Это был внезапный удар и ловушка. В Шереметьево-2 Галича долго не выпускали на таможне. Экипаж, пассажиры все уже были в самолёте, а он всё сидел и сидел в комнате для досмотра. Требования абсурдны. Снимите нательный крест и обручальное кольцо. По советским законам количество граммов золота в этих предметах превосходит норму, разрешённую к вывозу. Галич отказывается. «Не сниму!» «Снимите!» «Нет!» «Если вы не снимете крест, мы вас не выпустим!» «А я и не хочу уезжать!» Наконец в комнату протиснулся Сахаров. «Что происходит?» «Почему вы задерживаете Галича?» «Здесь иностранные корреспонденты!» Тотчас закрутились вертушки. Из телефонной трубки раздался разгневанный голос. «Да выпускаете же вы его! Сколько можно!» И дальше грязная брань. По стеклянному переходу аэропорта Галич шёл один с гитарой в руках. Повернулся, помахал шляпой. Все провожающие рыдали. И только его мама, Алёнина бабушка, не пролила ни слезинки. Её спросили, почему. Она ответила. «Я не могу плакать. У меня слишком большое горе». Самолётом Галич добрался до Вены. В Вене ему вручили нансеновский паспорт, паспорт беженца, с которым можно было передвигаться свободно. И Галич вместо Израиля полетел в Норвегию, в Осло. Оттуда позвонил домой. Алёна была уже в Москве, в отпуске. И не могла поверить, что снова слышит папин голос. «Доченька, всё наладится, образуется. Незачем зря тревожиться». Отец говорил так спокойно и даже весело, что Алёна и в самом деле решила, жизнь продолжается. Во Фрунзе она возвращалась в умиротворённом состоянии. Работать и ждать. Перед отъездом Галич написал письмо и Алёниной маме, своей первой жене, Валентине Архангельской. «Люшенька, я люблю тебя всю мою жизнь». Но о содержании этого письма Алёна узнает лишь спустя много лет. На Западе дела Галича резко поправились. Работа, популярность, концерты, восстановилось здоровье, даже сердце перестало болеть. Из Норвегии он переехал в Мюнхен, где вёл собственную передачу на радио «Свобода», а затем во Францию, в парижский корпункт, в одном из старых районов города, на улице Маниль, ему дали большую квартиру. Здесь были друзья, тоже вынужденные эмигранты, Виктор Некрасов, Мстислав Ростропович, Галина Вишневская. И всё же Галич страдал. Страдал без России, без своего зрителя, без языка. Василий Аксёнов вспоминал. «Саша приезжал в Америку. Более несчастного человека я не видел. В шикарном пальто, в кепке сел в кресло и сказал «Хочу домой». Я понял, что самое страшное наказание придумал Ленин. Это высылка из России. Лучше бы в лагерь отправили. Галичу предлагали гражданство правительства нескольких стран. Но он так и остался беженцем. Галич постоянно писал письма дочери, умудряясь передавать тайком разные подарки. То модную кофточку, то туфельки. Но Алёна чувствовала его внутреннее смятение. Привычный, ободряющий тон папиных писем не мог её обмануть. Как она мечтала поехать к нему. Пусть на день, пусть на пару часов. Просто обнять, поцеловать и назад. Но кто бы выпустил за границу дочь Галича? К тому времени она уже оставила театр во Фрунзе и работала в русском театре в Арджиникидзе в Владикавказе, по-прежнему перемещаясь только подозволенной властью периферии. Летом 1977 года Алёна снова была в Москве и говорила с папой по телефону. Папа сказал, что на родине намечаются послабления. И он надеется выбить для бабушки разрешение приехать к нему. А её, возможно, выпустят сопровождающей. За несколько месяцев до этого разговора в почтовый ящик бабушки бросили письмо без обратного адреса. «Вашего сына Александра хотят убить». Фраза была склеена вырезанными из газет буквами. «Убить? Зачем? За что? Что это? Глупая шутка?» Наверное, всё-таки что-то передаётся интуитивно. 15 декабря 1977 года Алёна записала программу на телевидении и, направляясь в театр, почувствовала себя плохо. Тяжёлая голова, трудно дышать и неотступная мысль «Что-то случилось?» Спектакль «Дядюшкин сон» по Достоевскому сложный, надо петь романс Зинаиды. Полежала немного дома, а потом кое-как добрела до театра. Ребята-актеры заходят в гримерную, спрашивают «Ты как себя чувствуешь? Играть сможешь?» «Смогу», сжимая виски, отвечает Алёна. Как она играла, Алёна не запомнила. Запомнила только, что безудержно почему-то расплакалась. Её героиня в спектакле плачет. А когда упал занавес, её подхватили под руки и прямо в костюме увезли на неотложке. Гипертонический криз. Через два дня, когда врачи разрешили вставать, Алёна зашла вечером в кабинет дежурной сестры, чтобы позвонить бабушке. Как папа, есть ли новости? Трубку сняла жена дядя Валерия. «Ну как, папа?» «Папа, всё». «Как всё?» Алёна не поняла. «Что-то случилось?» Тётя не стала объяснять. «Передаю трубку бабушке». Бабушка была человеком умным и сильным. Медленно, с расстановкой, она произнесла «Алёна, соберись». «Папы больше нет». Алёна, растерявшись, спросила «Папа переехал куда-то из Франции?» Бабушка повторила «Папы нет. Совсем нет». «А где он? Что с ним?» уже кричала Алёна. И только тут бабушка выдавила из себя «Папа умер». У Алёны началась истерика. Она кричала на всю больницу. «Этого не может быть! Что вы мне всё врёте! Вы знаете, что я заболела! Вы меня ненавидите! Вы хотите, чтобы я умерла! И говорите мне гадости! Вы не любите папу!» В кабинет прибежали врачи, медсестра, Алёну отводят в кровать, делают укол, а она лежит, не вытирая слёзы, и проваливается в забытье. На следующее утро в палате её окружили друзья-актеры. Во время спектакля все уже знали о смерти Галича. Кто-то поймал свободу. Но Алёне никто не сказал. «Есть такое театральное правило. Если приходит сообщение о смерти, актёру нельзя говорить до спектакля». Много лет Алёна будет пытаться выяснить, что же там 15 декабря 1977 года на улице Маниль произошло. Папа вернулся с работы домой, стал возиться с антенной для радиоприёмника и сказал жене, «Скоро ты услышишь необыкновенную музыку». Ангелина ушла в магазин, а когда вернулась, увидела мужа лежащим на полу. В обугленных руках он держал ту самую антенну. Следствие установило несчастный случай. Галич погиб от разряда тока из-за неправильного обращения с аппаратурой. Но напряжение в сети было слабое, меньше 110 вольт. Такое напряжение не может убить. А у Галича на ладонях остались чёрные полосы. Подключил что-то не так, перепутал разъёмы, нелепо ошибся. Но он прекрасно разбирался в технике. Алёна следствию не поверила. После гибели отца Алёна ещё долго скиталась от Москвы до самых до окраин. Переехала из Орджоникидзе в Казань. В столице, как и раньше, бывала наездами. Пушкино, новая деревня, Сретенский храм. Здесь Галич крестился у отца Александра Меня, апостола дикого племени советской интеллигенции. Будучи по крови евреем, Галич осознанно выбрал новую веру. Иудейство всем хорошо, но душа моя тянется к православию. Алёну провели в сторожку при храме, и там она впервые увидела того самого священника, о котором слагались легенды. Уютно шумит самовар, сейчас будем пить чай, улыбаясь, говорит отец Александр. И Алёна смотрит на него и не может поверить, перед ней папа. Это было какое-то минутное помутнение сознания, стало приглядываться, они просто похожи, оба высокие и широкоплечие с красивыми вдохновенными лицами полились слезы. «Что ты плачешь?» спрашивает отец Александр. «Мне трудно на вас смотреть, вы так напоминаете мне папу». «Не плачь, Алёна, не плачь, папа будет тебе снится», утешает ее отец Александр и начинает рассказывать о своем Галиче. Мы все объединяемся одной любовью, одной памятью, одной душевной и духовной привязанностью. И пока еще Алуре Александра прокачивает все того, и еще этого не наступило, не забронзовело, не окостенело. Будем стараться как-то вот это сохранять, то, что ему... Он из этого выбился, ведь он к этому шел, как, так сказать, советский драматург и писатель. Он мог закостенеть до того, как он стал самим собой. И он в какой-то решительный момент сделал такой вираж вышел и стал таким духовно-литературным партизаном, иначе не назовешь его. И вот эту его вольность партизанщину, ее, конечно, как-то сохранить хотя бы в сердце, пока еще есть время. Царство ему небесное, вечный покой. Слава Боже. Как любил его песни еще до их встречи, как быстро они подружились, будто знали друг друга тысячи лет, и как радостно размышляли о вере, о смысле жизни и прочем. Перед отъездом твой отец приезжал ко мне прощаться. Он был настоящим русским писателем и настоящим христианином. Быть изгнанным правды ради Алена это не кара, это величайшая честь. Алена вернулась в Москву из Казани в 1983 году. В октябре ни с чем не сравнимое счастье в один день с дедом родился Павел, Павел Галич. Сыну, будущему актеру, наследнику семейной традиции Алена посвящала все свое время. На работу в театр ее дочь диссидента по-прежнему не брали, на продажу были отданы личные вещи, но по знакомству ей все-таки удалось устроиться в дом актера во Всероссийское театральное общество. В эти годы Алене стал часто снится один и тот же сон. Большая комната, как будто очень знакомая и как будто чужая. Папа улыбающийся стоит посередине. Папа, ты переехал, ты теперь тут живешь? А мне сказали, что ты умер? спрашивает Алена. Нет, нет, я живой, у меня все хорошо, я с тобой, ласково произносит отец. Алена просыпалась в холодном поту. Этот сон повторялся, когда на нее сыпались неприятности, и она понимала, что папа и оттуда ее защищает. Середина, конец 80-х. Перестройка, новое мышление, гласность. В стране началась реабилитация жертв политических репрессий. Во Всероссийском театральном обществе забурлила активная деятельность. Алена и ее коллеги первыми проводят вечера, посвященные Троцкому, Бухарину, Косареву. Первыми показывают фильм «Геноцид» о трагедии Холокоста. Первыми приглашают Бориса Ельцина, только что избранного президентом России. Это было время возвращения к правде. Когда Алена прочла в московских новостях заметку о том, что в союзе писателей посмертно восстановлен Борис Пастернак решила. Пора восстанавливать папу. Если бы он дожил до перемен, то непременно вернулся бы в Отечество, в Отечество своих песен. Заявление понесла не в союз писателей, а в прогрессивный союз кинематографистов, где сменилось правление. Казалось, заявление пустая формальность. Кинематографисты сами сознают свой долг перед Новой Россией. Увы. Алену мотали по всем кабинетам. Извините вам в другой отдел. Нет-нет-нет, это в соседний. Долгих три месяца. Наконец она пришла к председателю союза Элему Климову. Сколько мне еще надо звонить, ходить, объяснять, умолять, требовать? Климов ответил вопросом на вопрос. Алена Александровна, а зачем вам вообще это надо? Это не мне надо, и не моему отцу. Это надо вам. Это вы все кричите о покаянии, так начните с себя. Сделайте то, что вам полагалось сделать давным-давно. Алена не сдержалась, ответила резко. Климов промолчал. 12 мая 1988 года состоялось заседание секретариата правления союза кинематографистов. Алена была в этот день на дне рождения у подруги, а ночью один за другим ей позвонили режиссер Владимир Двинский и актер Всеволод Шиловский. Ты где пропадаешь? Решение об исключении Александра Аркадьевича Галича отменено. Проголосовали единогласно. Победа! После решения союза кинематографистов Галича в три дня восстановили в союзе писателей. Тиражом 300 тысяч экземпляров была издана первая книга его стихов «Возвращение». Удалось отыскать фрагменты видеохроники с выступления в Новосибирске. Чудом уцелели три песни. На сцене театра «Современник» поставлена запрещенная когда-то матросская тишина. Со всех концов страны приходили Алене письма с благодарностями и признаниями в любви. В это же время Алена стала бывать на лекциях отца Александра Меня в домах культуры. Залы были переполнены, в проходах не протолкнуться. Советское общество сгорало от духовной жажды. И добрый пастырь привлекал к себе все большее и большее количество неравнодушных людей. Его влияние росло и становилось опасным для многих. В августе 1990 года на очередной лекции в доме культуры на Красной Пресне Алена случайно заметила, что женщина, сидевшая рядом, пишет отцу Александру в записке какую-то гадость. Алена выгнала ее из зала, пригрозив позвать милицию, о чем после лекции сказала отцу Александру. Я заставила уйти одну ненормальную. Отец Александр грустно улыбнулся. Вот именно, что одну. Записок с угрозами на лекциях было достаточно. Алена смущаясь, призналась отцу Александру, что очень его любит и что боится его выступлений, потому что они привлекают провокаторов. Но отец Александр ответил, что от провокаторов никуда не денешься, а он должен проповедовать. Спасибо, Алена, что помогаете. Сейчас нам всем нужно действовать вместе. Эпоха гласности может быть очень короткой, времени мало. Они договорились встретиться в сентябре. 9 сентября 1990 года в воскресенье Алена, придя домой с улицы, включила телевизор и услышала, что отец Александр убит топором по голове и упала в обморок. Это было горе. Второе после смерти папы невыносимое горе. Несколько лет Алена пыталась установить мемориальную доску на стене дома на улице Черняховского, где отец жил до изгнания. Приближалось его 80-летие. Помощь предложил Конгресс русской интеллигенции, но все усилия были тщетны. Чиновники сетовали на отсутствие соответствующего закона и рекомендовали пробиться к мэру Москвы. Алена ответила, что всему есть предел и что пробиваться к Лужкову она не станет. Закона, разрешающего устанавливать мемориальные доски, нет, но нет и закона запрещающего, а значит я ничего не нарушу, если сделаю все сама. Вместе с другом, художником-реставратором Виктором Бондаревым Алена поехала в самую обычную мастерскую, рассказала, что нужно сделать. Мастер поинтересовался, кому доска-то? Алена ответила, папе моему, Галичу. Мастер встрепенулся и поднялся с места, Аркадичу? И достал из ящика рабочего стола только что выпущенные аудиокассеты с записью песен Галича, 10 штук, все сделаем, на барельеф денег не хватит, но контур отчертим, а барельеф потом сделаешь, диктуй текст. Алена продиктовала, в этом доме жил и уехал в изгнание великий русский поэт Александр Галич. Блаженны изгнанные правды ради. Мастер записал, отлично. А как вешать-то будем, волновалась Алена. Часов в пять утра, а милиция, а если доску снимут, это вряд ли. В глазах мастера вспыхнул лукавый огонек. Вцементируем насмерть, если снимут, снимут только со стеной. Когда все было готово, Алена предупредила друзей и знакомых, редакции газет, телевидения, радиостанции «Свобода», «Эхо Москвы». А поздним вечером, накануне открытия памятной доски, раздался звонок. Начальник отдела охраны художественного наследия Тантлевский. Вы что, правда собираетесь вешать доску? Правда. А вы знаете, что это будет портить архитектурный вид дома? В двух шагах доски Марку Фрадкину и Константину Симонову. Они не портят? Но у нас нет закона о мемориальных досках. Его нет уже 13 лет. Предлагаете ждать еще столько же? Завтра Галичу 80. Ну хорошо, давайте установим бюстик в театре сатиры. Ваш отец ведь там начинал драматургом? Нет. Доска будет на Черняховского. Мы снимем. Снимайте, я снова повешу. Тантлевский опешил. А вы отдаете себе отчет, что вас могут задержать на 15 суток за нарушение общественного порядка и хулиганства? Задерживайте, согласилась Алена. Зачем вам это надо? Можно ведь повременить. Я достаточно долго ждала. Придут все, будет пресса. Хотите задержать меня при всем честном народе? Задерживайте. Будет даже интересно. Алена держалась достойно, но нервы сдавали. Закончив разговор, прилегла, но сон не шел. Стала собирать на случай задержания рюкзак, с которым Паша ходил в школу. Вынула учебники, положила термос, яблоки, теплую кофту, носки, книжку. Ранним утром отправилась на аэропорт. Подходят первые приглашенные, стражей порядка не видно. Журналисты обступают Алену. А что это у вас за сумка? Так надо. Мемориальную доску открывали при большом стечении народа. И никто не осмелился помешать друзьям и поклонникам Галича помянуть его добрым словом. Милиция так и не появилась. На следующий день Алене позвонили жители из дома на аэропорте. Кто-то швырнул в доску черную краску. А в Петербурге была убита депутат Государственной Думы, председатель партии Демократическая Россия Галина Старовойтова. Отец Александр Мень был прав. Эпоха гласности оказалась короткой. Имя Галича почти перестало упоминаться в средствах массовой информации. Но Алена должна была продолжать свою просветительскую работу. Галич всегда будет почитаем людьми свободными, независимыми, которые, что бы ни случилось, будут неизменно приходить за словом к поэту. Поэту сложным, порой не сразу понятному, но заставляющему думать и трезво оценивать происходящее. Галич понимал, что процесс демократизации России будет сопряжен с большими трудностями. И оттого нам так важно помнить сегодня его слова. Я обращаюсь мысленно ко всем знакомым и незнакомым людям на Востоке и на Западе. не молчите. Поймите, молчать нельзя. Поверьте, это разрешается. Это не стыдно, это можно утешать вдов и сирот. Это можно, это не стыдно бороться с несправедливостью и ложью, помогать страждущим, вступаться за униженных и оскорбленных. Поймите, мы живем в одно время, на одном земном шаре и пусть кто-то продолжает демагогически болтать о вмешательстве в чужие дела. Нет на нашей земле чужих дел. Все дела наши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова